Всем привет, с вами Андрей BioFamily и сегодня мы поговорим о мочеспускании, конкретно о нервной регуляции. Процесс достаточно интересный чем? Тем, что мочеспускание это процесс, который может как контролироваться нами, так и не контролироваться. То есть происходить может либо осознанно, либо безусловно рефлекторно, без участия коры головного мозга, без участия нашей воли. И в связи с этим на первый вопрос, который представлен на экране, можно ответить двояко, потому что центры располагаются в разных местах. Давайте разберемся, где расположены центры произвольного мочеспускания. Ну, центры любых произвольных действий располагаются у нас в коре больших полушарий. Вопрос, где конкретно? Отвечу вам, что в лобной доле. Почему? Потому что в лобной доле коры больших полушарий у нас располагаются центры любых осознанных двигательных реакций нашего организма. Отлично, с этим понятно. А где располагаются, безусловно, рефлекторные центры нервной регуляции? То есть тот, который не под действием нашего сознания происходит, нашей воли? Тут у нас уже варианты пошире. За какое-либо неподвластное человеку действие отвечает вегетативное, неподвластное не человеку, а сознанию человека. Вот за эти действия отвечают вегетативная нервная система. Вегетативная нервная система бывает двух типов. Симпатическая и парасимпатическая. В зависимости от того, какое действие оказывает система, мы ее относим к той или иной. И центры симпатической и парасимпатической системы располагаются вдоль спинного мозга и в стволе головного мозга. При этом симпатическая нервная система, напомню вам, располагается в грудном отделе спинного мозга и в поясничном отделе спинного мозга. А парасимпатическая располагается в стволе головного мозга, то есть в продолговатом мозге, в мосту и в среднем мозге, и в крестовом отделе спинного мозга. Так вот, вопрос, какая из этих двух систем регулирует мочеиспускание? Сразу отвечу вам, что парасимпатическая. Почему? Потому что мочеиспускание это не тот процесс, который важен человеку во время встречи с хищником. Да, симпатическая нервная система важна при реакциях стресса, бей или беги, когда нужно спасти свою шкуру. В это время ему нет необходимости мочиться, и поэтому за мочеиспускание отвечает система покоя, парасимпатика, парасимпатическая нервная система. Тогда второй вопрос. Ну, раз это парасимпатика, где располагаются центры регуляции? В стволе головного мозга или в крестовом отделе спинного мозга? Надеюсь, что все понимают, где располагается мочевой пузырь, и что от крестового отдела гораздо проще добраться до него, чем от головы. Поэтому давайте ответим на этот вопрос, что в крестовом отделе спинного мозга. Итак, на первый вопрос мы отвечаем, что центры регуляции находятся, во-первых, в лобной доле коры головного мозга, либо в крестовом отделе спинного мозга, в зависимости от типа регуляции. Отлично. И теперь от нас спрашивают, как осуществляется нервная регуляция, то есть как это происходит. Давайте распишем нервную, безусловно, рефлекторную дугу, которая у нас образовалась, когда мы говорили про вегетативную нервную систему. Сначала рецепторы, которые находятся в мочевом пузыре, фиксируют расширение его стенок, то есть наполнение мочой. Расширение зафиксировано, формируется нервный импульс. Он идет по чувствительным волокнам нервным к заднему корешку спинного мозга в крестовом отделе. Там он переключается на чувствительный нейрон, импульс, который располагается в спинальном ганглии. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то надо изучить строение ЦНС. В спинальном ганглии он переключается и идет к серому веществу спинного мозга. В крестовом отделе, повторюсь. Там он переключается на вставочный нейрон и выходит через передние корешки в виде эфферентных волокон, то есть двигательных волокон. Ближе к мочевому пузырю, а именно на поверхности стенки мочевого пузыря, происходит третье переключение на двигательный нейрон. И, собственно, далее мочевой пузырь, стенки сокращаются и происходит процесс мочеиспускания. Этот процесс происходит безусловно репритурно, без участия головного мозга. Но мы можем данный процесс индуцировать самостоятельно, инициировать самостоятельно, то есть вызвать сокращение скелетной мускулатуры мочевого пузыря благодаря силе нашей лобной доли, коры больших полушарий. Мы посылаем импульсы от коры, от лобной доли, они доходят до скелетной мускулатуры мочевого пузыря и вызывают ее сокращение вне зависимости от того, наполнен он или не наполнен. И эти два процесса, они как бы координируются друг с другом в норме. Соответственно, ответ на данный вопрос я представил на экран, если хотите, можете его прочитать. Я пока попрощаюсь с вами, поставьте, может, на паузу и прочитать. А я все свое рассказал, всего хорошего, до свидания, учите биологию, пока.